приветствую вас я постараюсь дать ответ на ваш изначальный запрос который вы написали и постараюсь описать вам ситуацию так как она выглядит с точки зрения объективности с точки зрения психологии значит отвечая на ваш вопрос вначале когда понять нужно общаться с ним и в общении с ним прямом контакте с ним показывать что тема в тех моментах которые вы раньше вели себя негативным образом теперь вы ведете себя по-другому более конструктивно более позитивно правильно и так далее и если мужчина действительно вам не верит то он обязательно со временем поверит и к вам вернет только обязательно нужно помнить что ощущение времени каждого человека свое и если вам кажется что срок который вы назвали достаточный для того чтобы убедиться в ваших мнениях это ваше мнение ваше видение и ваше восприятие а у мужчины он свое и поэтому желательно чтобы вы дали ему возможность самостоятельно принимать решение не давили бы на него но показывали готовность вновь в эти отношения с ним вступить это был ответ на ваш изначальный вопрос и если вам не интересно то то я скажу дальше что вы можете видео видео останавливать и прекращать просмотр или прослушивание но дальше я хотел бы сказать так а вы пилили твоего молодого человека потому что надо были причин а мы были основания это было либо ревность либо желание чтобы все было по вашему то есть какое-то корректирование его поведение что заставляет человека корректировать поведение другого вот если так подумать давайте спросим себя что заставляет заставляет как правило неуверенность в себе нежелание принимать его таким как он есть и ощущение что его поведение несет угрозу вам в чем-то угрозы в чем-то вот этот момент нужно проработать потому что он является ключевым что заставляло вас пилить вашего молодого человека какой какой именно лично ваш мотив толкал вас на такое поведение потому что он не ушел сейчас вы боитесь потерять своего молодого человека это так и ради того чтобы его удержать вы готовы изменить свое поведение это тоже да так но мотив который изначально вас толкал на предыдущее поведение не исчез он остался и если это страх то его нужно выявить если это комплекс то его нужно снять если это неуверенность в себе то его нужно повышать так чтобы исчез элемент принужденности и зависимости вас от отношений и чтобы вы стали равноправным членом равноправным партнером этих отношений сейчас происходит вот какая ситуация мужчина он понимает что вы хотите его вернуть он знает что мы им дрожит но его конечно же не устраивает то то происходило из-за того что он понимает что вы хотите его вернуть он чисто подсознательно будет повышать себе свою цену то есть это значит он будет требовать от вас каких-то действий чтобы вы доказывали ему что вы изменились по сути дела это начальные формы манипуляции вам нужно сделать что-то чтобы человек убедился в чем-то и вас принял принятие вас поставлено в четкую зависимость от обстоятельств что в принципе вредит самой идее непринужденных отношений самой идеи истинности в отношениях и отсюда возникает логичная необходимость она заключается в том чтобы вот эту вот условность снять каким образом предусловно снимается через избавление от зависимости в отношениях то есть вам нужно перестать быть зависимым от молодого человека перестать считать себя ниже его перестать ощущать острую нуждаемость в нем потому что если у вас будет именно такое отношение он осознанно или нет будет вами манипулировать если вы этого не хотите то желательно обладать своей собственной волей свободой в отношениях для этого нужно отделять любовь к молодому человеку и удовлетворение своих потребностей рядом с ним любовь это желание сделать его счастливым а удовлетворение своих потребностей рядом с ним это то из чего вы в нем нуждаетесь и вот одно от другого нужно отделить любовь оставить а удовлетворение потребностей направить на что-то но не связанное с ним тогда вы обретете свободу тогда вы обретете независимость вы не будете перед ним унижаться и он увидит вашу ценность именно ценность ваша в его глазах в конечном итоге позволит вам рассчитывать на успешные отношения с ним тогда как при постоянном или периодическом принижении мужчина будет видеть что вы целиком и полностью преданы ему никуда от него не денетесь ждете его и ваша ценность в его глазах будет падать а склонность к манипуляции вероятность осуществления такого рода поведения по отношению к вам будет возрастаться потому что в дело вступает естественное стремление любого человека к своему личному комфорту мужчина видит что вы готовы меняться и хочет чтобы вы изменились как можно больше чтобы ему было удобно и это не плохо для него это не плохо во всех отношениях это плохо только для вас потому что вы последний теряете свою ценность индивидуальность рядом с ним вы полностью отдаете свои позиции и такие отношения к сожалению обречены на провал потому что ценность вас как мужчина будет парить в таком случае и ничего хорошего у вас не получится только если вы будете несмотря на признание своих ошибок отстаивать свои интересы и не будете унижаться перед ним только если вы не будете бегать за ним не будете постоянно умолять его вернуться к вам у вас получится короче отношение потому что мужчина при любом раскладе всегда завоеватель всегда и если он понимает что женщина завоевывать не надо интерес к ней падает на этом все надеюсь что помог вам если какие то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ пожалуйста сделайте его лучшим буду благодарен пока желаю вам всего доброго и удачи и пожалуйста я